Всем привет, друзья! С вами сегодня Тури Амбыч, и у нас много важных и интересных тем для обсуждения в этом видео, ну и, конечно, очень важная и во многом долгожданная новость. Трансфер аккаунта для игроков Украины. Вот так называется эта новость. О чем же, собственно, говорит ее текст? В последнее время от игроков с территории Украины поступает большое количество жалоб на технические проблемы. Это невозможность зайти в игру, нестабильные соединения и вылеты, трудности, вызванные ограничениями провайдеров, непосредственно влияющими на качество интернет-трафика. Я поспрашивал игроков, и мне они сказали, что да, действительно есть проблемы с пингом, причем и в танках, и в кораблях, а некоторые говорили, что они просто не могут подсоединиться к серверу. После звонков к провайдеру кому-то чинили этот момент, кто-то смог потом зайти, ну а некоторые говорили, что провайдер отвечал, мы просто блокируем доступ к этим играм в принципе. Да, на Украине вроде бы нет официального запрета на эту тему, но, тем не менее, некоторые провайдеры, видимо, либо из собственных соображений, либо из каких-то других решили подстраховаться и просто заблокировать доступ к игру. И ясное дело, после того, как РУ-сервер танков и кораблей передали под управление Леста-студию, это российская компания питерская, ну, собственно, это та контора, которая разрабатывала корабли, И я сильно сомневаюсь, что произойдут какие-то изменения в плане починки ограничений, там, от отмены какой-то, отмены ограничений провайдерами украинскими, И вряд ли станет проще с доступом до танков и кораблей в ближайшее время. Ну, понимаете, о чем я говорю. Соответственно, разработчики приняли решение о возможности переноса аккаунта на европейский сервер для игроков, которых затронули описанные проблемы. Это сложный процесс, нам потребуется время, бла-бла-бла. Вот, но более подробной информацией поделится уже на следующей неделе. И, ну, совершенно очевидно, что если это касается кораблей, это, там, сегодня кораблей, завтра и танков тоже в том числе коснется. Поэтому танкисты, которые смотрят видео, будьте готовы. Украинцы, хотя, возможно, и не только украинцы, а может быть и не все украинцы, об этом мы сейчас тоже поговорим, к переезду на европейский сервер какой-либо. Я, правда, не знаю, как именно у танкистов это работает. Возможно, там есть какие-то, грубо говоря, там, кластеры и так далее. Не берусь утверждать. Напишите в комментариях, как именно у вас это работает. Вот. Что это значит, друзья? Пока что, ну, во-первых, это была ожидаемая новость. Я уже сказал, что, скорее всего, так и произойдет. А, во-вторых, не очень пока понятно, кого именно затронет возможность переезда. То есть, кому ее предложат. Либо игрокам, у которых указана Украина, в месте, где регистрируют аккаунт. Я тут решил, чтобы не быть голословным, заглянуть к себе в аккаунт. И обнаружил, что у меня есть там строчка места жительства. Ну, Российская Федерация. Ну, логично, что у многих игроков, которые... Меня вот просили поправить игроки, которые имеют возможность и желание сейчас играть. Да? Давайте вот так это назовем. Потому что мне сказали, да что ты, Турямыч, не все сейчас играют. И вообще немногим до этого. Но тем, кто играет, безусловно, им будет очень важна эта тема. Потому что, понятное дело, что аккаунт, на который ты там, ну, вот лично моему там, по-моему, 10 лет. Это очень важная история. Мне было бы прям категорически обидно, если бы мой аккаунт заблокировали и не дали возможность пользоваться им где-либо. Ну, соответственно, каким-либо образом. Поэтому для многих игроков Украины это очень хороший выбор переехать в Европу. Ну, по крайней мере, в плане игр. И они смогут, наверное, если, конечно, не будет принято другого политического решения. А другого тут решения быть не может. И запретят им тоже играть и на Евросервере. Хотя, казалось бы, с чего-либо. Ну, в общем, не очень понятно, всем ли украинцам дадут такую возможность. Или дадут всем, кто столкнулся с проблемами украинцам. А те, кто не столкнулся, не дадут. Или же дадут вообще всем игрокам возможность переезда на другой сервер. Или же дадут возможность только игрокам, которые столкнулись с проблемами. Вне зависимости от того, на какой территории зарегистрировали их аккаунт. Потому что, ну, люди же могут там играть с территории Украины, допустим, на российском аккаунте. Почему бы нет? Зарегистрировали в России и там переехали на Украину. Да, мало ли вариантов существует. Вот, я чисто из интереса заглянул на форум. Хотя на помойку на эту я особо не хожу. Но здесь обнаружил в основном вопрос относительно, там, когда, как, почему, зачем. Но разработчики отмазываются. Вот каждый из них пишет, пожалуйста, прочитайте новость. Пожалуйста, прочитайте новость. То есть, отмазка, что, типа, мы пока ничего сказать не можем. Мы вам вброс забросили. Дальше, типа, ждите и слюнь пускайте. Ясное дело, что многие игроки продолжают играть в корабли. И не для того, чтобы там обсуждать политические вопросы. А просто им нравится играть. И понятное дело, что есть много кланов, в которых участвуют и европейцы. Европейцы, там, с других регионов, зарегистрировавшие аккаунт на RU. Такое тоже существует. Ну, и так же, как в кланах, есть и украинские игроки, и российские игроки, и белорусские игроки. То есть, получится, что ребятам попросту придется переехать на другой сервер. И хорошо ли это, или плохо. Ну, честно говоря, не знаю. Может быть, как это решить? Ну, по-другому, наверное, не получится. Либо всем дать возможность, допустим, кланам переехать на евросервер. Или же нет. Вот, опять же, ребят, жду ваш комментарий относительно этого вопроса. В общем, понятнее, как именно будет происходить трансфер, будет уже на следующей неделе. А сейчас перейдем к другим новостям. Новости касаются обновления 0.11.3. Возможно, вы, я говорю, смотрите это видео уже 13 апреля, и обновление у вас уже жахнуло. И мы сейчас поговорим о хороших и плохих новостях, которые вас ждут. Ну, давайте начнем с хорошего. Вы сможете заработать денег, 5000 дублонов, если у вас есть на аккаунте эсминец 6 уровня Леоны. Как это сделать? Нужно собрать коллекцию. Где она тут? Вот, коллекция эсминца Италии. Соответственно, если вы собираете эту коллекцию, получаете Леона. Если Леона у вас куплен за деньги, то вы получите 5000 дублонов компенсации. Плюс, непроверенная история, но вы вряд ли уже успеете ей воспользоваться. Вроде как бы можно сейчас купить Леона со скидкой. Несколько там в 1000 с копейкой дублонов скидкой. И потом вы его выкачаете за коллекцию и получите компенсацию 5000 дублонов. Таким образом, сэкономите себе 1000 там с копеечкой дублончиков. Но ситуация такая, знаете, непроверенная, поэтому ничего говорить не буду. За такие схемы я не отвечаю. В 5 утра будет обновление. Ну, я думаю, что вы многие уже смотрите это в актуальное время. Теперь о грустном. Супер корабли в дереве развития. Как я уже говорил, это очень печальное решение для разработчиков ввести супер корабли в ветку прокачки и, соответственно, в рандом. Почему печально? Потому что, во-первых, очень важным моментом являлось то, что премиумные корабли 9 уровня, они были либо в топе, либо чуть ниже, чем, ну, посерединке, да, десятки. И, соответственно, у них была большая в этом плане выгода. Люди покупали 9 премиумные, чтобы не страдать, как игроки на 8 уровнях, которых напихивает к десяткам на сдачу. Вот, это большая проблема, потому что восьмерки практически постоянно играли с десятками, несмотря на утверждение разработчиков. Ну, если не с десятками, то с девятками. То есть, суть была в том, что разработчики обещали, после 20 боев ваш корабль будет в 40% типа не в жопе, грубо говоря. То есть, он будет не против девятых десяток, но, на самом деле, не знаю, мне кажется, что бои с десятками, они превалирующие. Ну, и с девятками тоже превалируют над остальными боями. То есть, в топе корабль практически не находится. И теперь, при введении всех вот этих супер кораблей, которые, собственно, являются просто клонами десяток, с добавленными пушками или с какой-нибудь альтернативной механикой, теперь вас ждут, друзья, радуйтесь, вас будут любить всякими различными способами. Супер корабли будут стоить денежек, написано ли у нас здесь. Ну, можно посмотреть вот на главную новость. Вот, супер корабли в дереве развития, они стоят денежек. Причем, денежек неплохих, а учитывая то, что разработчики типа случайно добавили маяк с углем перед выпуском патча, сейчас народ по серебру похудел, и либо будут все пытаться там фармить, либо еще что. Ну, в общем, донатить, может быть, тоже в том числе, потому что, да, кто-то, я думаю, может поменять голду на серебро и не париться на эту тему. В общем, добавляется много супер кораблей, но они все очень дороги и будут стоить большое количество кредитов, что, конечно, не может не радовать, с учетом того, что экономика в игре занерфлена, приходится покупать флаги, которые раньше доставались за достижения, и лично у меня серебро просто не то, чтобы банально заканчивается, оно не накапливается, вот такая вот история. Ну, да ладно. В общем, друзья, здесь я не хочу пока ничего высказывать, сами увидите, посмотрите, что такое там все эти супер корабли и как они с девятками будут теперь дружить. Вот, да и с десятками тоже. Дальше, вас ждет новая верфь, где будет построен Атлантико. Атлантико. Новый корабль, панамериканский, как я его называю, ну, южноамериканский корабль. Это, я уже делал на него обзор, можно посмотреть у меня на канале. Это будет такой полубританец, полу непонятно кто, с мощным ПМК. Единственное, что у нас стройки противоминного калибра здесь пока что я не вижу, как они именно сделаны. То есть тут ПМК 234 мм, мощнейшее в игре будет. Ну и 10 орудий, 381 мм. В общем, по пушкам корабль выглядит неплохо, но есть свои моменты. Посмотрите видео, кто хочет поглядеть, ну и сможете принять решение, покупать ли себе этот кораблик или же нет, ну и вообще достраивать ли его. По-моему, да, 19 из 22 этапов можно завершить. Соответственно, за почти 5 с лишним тысяч дублонов можно купить себе восьмерку. Причем, кстати, с виду восьмерку неплохую. По поводу итальянской коллекции я рассказал, можно будет получить себе леоны или компенсацию за него. Продолжается тестирование эсминцев Италии. Здесь вроде как бы ничего не поменялось, просто абсолютно можете додонатить, кто не успел, и купить себе девятку и десятку. Звезды отряда дополнительные вы сможете получить за игру вместе в отряде с кем-то. С 15 апреля вводятся болицы 9 на 9 десятого уровня. Если честно, ну, в общем, для тех, кто на 10 уровне не наигрался, а у нас сейчас вся игра происходит на 10 уровне, можете еще и в Блиц 9 на 9 поиграть. Такое себе, если честно, по-моему, решение. Эффект заморозки мы с вами уже обосуждали. И будут переработаны дополнительно вроде как бы подводные миры. Вы, любители игры на подлодках, тоже смогут наблюдать всю эту прекрасную историю. Так, что еще у нас будет новенького? В этом патче будет продаваться два новых корабля. Это Maya и Hornet. Дату я вам не скажу. Ну, думаю, что это будет понятно ближе уже к релизу. Мы с вами сможем завтра, когда клиента откроем, посмотреть, какие корабли будут у нас в продаже. Вот. Что касается Maya, это премиум-такао. Выглядит оно неплохо, да, его поднерфили периодически, чуть-чуть его понерфливают. Но, по идее, он должен быть достаточно годным. И также Hornet с супербомбардировщиками мощными. Б-25 корабль исторический, безусловно. Многих он может заинтересовать. Я лично себя приобрету. Я был под впечатлением, когда этот Hornet с этих супербомбардировщиков в 1040 меня отодрал от линкора. За хороший такой бомбардировочный залп. Вот. Ну, все остальное у него вроде как бы не очень интересно. Но вот эти вот бомберы, конечно, это было забавно. Ну, и о грустном. Мы с вами тут уже позавчера покатали беднягу Петропавловска, которую поднимают из воды. Вот, посмотрите, это новое. Это старое. То есть, его поднимают повыше. Цитадель будет, соответственно, более уязвима. Посмотрите, здесь, кстати, фотографии. С разных точек зрения так и не кажется, что он поднялся, да? То есть, вот подальше немножко показывает, а тут он поближе. И Ташкент немножко занизит. Но не думаю, что Ташкент шибко прям страдал от того, что он выше. Он вроде как бы и так вполне себе неплохо себя чувствует. Далее. Небольшие изменения в плане текстур. Не забудьте забрать подарок. И, в общем-то, на этом пока что все. Я что-то... А, вот, вижу, да, новые корабли, которые будут тестироваться. По три Аквила и Сан-Диего. По три новый французский суперлинкор. Аквила итальянский авианосец. Я что-то посмотрел и не впечатлился им. И Сан-Диего американский новый крейсер типа Атланты. Которую мы тоже с вами обсудим уже завтра или послезавтра. В общем, такие вот новости. Пишите, ребята, свои комментарии, что думаете по этому поводу. Не буду больше оторвать ваше время. Завтра у нас традиционный стрим. Часть к всем. Приходите, будем развлекаться. С вами Турямбыч. Увидимся. До новых встреч. И пока-пока.